просто один примерчик чтобы ну может быть эта схема просто мы дальше будем говорить об этом я сейчас хочу перейти к последней нашей теме да мы еще будем я вернусь к этому просто как пример до использования богословия пропаде разные праведники семей богословская подготовка образование конечно будет воспроизводить то богословие той церкви этой школы где он учился и бывает это чаще просто такая уже доктринальное богословие доктрины да это уже неплохо то есть нам нужны доктрины я больше люблю вот такой вот подход повествовательную богословскую интерпретацию библии я не всегда исследую допустим мы когда читали ветхий завет церкви я бы я использовал сейчас у нас цикл по павлу я немножко другой использую метод но я в теме я должен понимать что тот же павел он в теме он ну теме царства божьего потому что он начитаем где идиане апостола во чем он там долбал им седом перед смертью там о царстве божьем значит там эта тема которая вот на ней мы стоим значит каждый пазл который беру каждый английский стеки текст он не просто ли это иисусе иисус часть программы часть программы листарь царства он есть часть программы вот потом немножко дальше паре хорошо просто маленький пример как вот это покой да здесь ним но несколько вариантов просто то что я нашел помните да вот схема вот история а ноя а не видно да да тогда переднем к следующему следующему пункту нашей сегодняшней программы это проповедник и проповедь потом немножко я уже чуть дальше когда вернусь будем говорить о жанрах библейских жанрах а значит и то что проповедь может подчинена жанру я сторонник такой жанровой германептики и жанровой интерпретации есть богословская я потом объясню хорошо сейчас так сейчас значит часть нашей программы это проповедник мы говорили о библии проповеди до говорили о церкви и проповеди, говорили о богословии и проповеди. Тут, конечно, просто непочатый край, о чем можно говорить. Но, конечно, классно, когда уже прошли богословскую подготовку. Хотя тоже, знаете, богословия разные. Разные семинарии предлагают разные богословские парадигмы или схемы. Вот где там наш проповедник, куда он там делся. Да, вот он. То есть это последняя там лекция, да? Сегодня проповедник и проповедь. Хотим мы того или нет, но проповедь – это какая-то личность. Даже если человек перечитывает чью-то проповедь, рассказывает такую историю, как в одной общине. Был уже такой старец, уже такой пожилой брат. И он уже, ну, а у него такая история проповеди. Знаете, это церковь из такого советского периода, когда, ну, свой колорит сложился, свои подходы. И он брал всегда вот что-то из «Веры и Жизнь». Знаете, такой журнал из христианских «Веры и Жизнь». И просто читал оттуда какую-то проповедь, там всегда была проповедь. И типа как это его проповедь. Ну, вся церковь так спокойно к этому относилась, понимала, что уже, ну, брата возраст, и, ну, так, особо так. И вот он как-то читает, а сам он там где-то в Закарпатии, или такой, ну, туда вот такая там, горы, лес, все. И читает, читает текст, а потом там такая фраза. В то время я учился в Оксфорде и пошел дальше. То есть как-то не обратил внимания, что… Хорошо. Да. Итак, еще раз повторим. Значит, первое. Формирование личной и общинной идентичности. И мы увидели, да, что моя личность, моя вот личность как христианина, да, теперь как служителя, то есть она струбировалась тремя контекстами, да. Во-первых, ну, не знаю, ну, как мы сказали, Библия, община, контекст, да. Конечно, я, будучи молодым человеком, неверующим, я работал начальником поезда, был проводником, потом начальником поезда. Это были 90-е годы. И вот пошла свобода, да, появилась свобода, можно было говорить о Боге, то есть можно было говорить обо всем, что хочешь, и в том числе о Боге. И помню, сидим на скобейке, там, с пацанами во дворе, там, курим такие, и что-то богословство, говорим о Боге. Я говорю, да не, пацаны, Бог – это чисто субстанция. То есть я понятия не имел, что такое субстанция. Что-то у меня такое вот оно, помните, был такой светильник, там, что-то такое вот оно разгревается, вот, потом что-то такое. Это я понимал, это субстанция, что-то такое, ну, понятно такое, общее представление есть, да, то есть слово, там, в школе где-то учился, читал, и я достал с таким умным видом, и все такие, да, точно, ну, так, нормально, то есть, ну, правильно, аминь, типа, хотя никто вообще, то есть мы могли об этом говорить. Потом в поездах время, ну, там, многие люди попадались, верующие, там, были монахи православные, светили иеговы, баптисты, там, кто хочет. И, конечно, был уже градус интереса к этим вопросам очень завышен, плюс у меня был все такой бэгграунд, в своей жизни, как бы такое было, как бы, экзистенция, да, моя внутренняя сущность, да, требовала какого-то, ну, выхода, решения жизненных проблем. И вот, конечно, вот, я легко это, вот, поверил, что есть Бог, но как узнать, где, что есть правда? Потому что, ну, конечно, я себя считал традиционно, я вырос в православной стране, я православный, значит, мне нужно что нужно? Мне нужно понять, как устроена вся эта, вот, ну, церковь, церковность, традиции, ритуалы, чтобы, ну, правильно там зашел, ну, нужно правильно знать. У кого-то спрашивать, там, я думаю, я куплю Библию, и вот там все написано, значит, я купил себе Новый Завет, читаю, 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 а там вообще об этом ничего не написано. Съел Евангелие от Матфея, ладно, перешагнул там, да, у меня была там проблема с Нагорной проповедью, я вот где-то вот, меня не родословное остановило в чтении Матфея, а Нагорная проповедь, она мне показалась очень, ну, как бы, подрывает все мое, ну, понимание, вот, ну, то есть я считал себя нормальным человеком, ну, ну, не праведником, ну, не грешником, работал такой, знаете, как вот говорили про спортсменка, только наоборот, да, то есть красавец, активист, вот, и все, что еще нужно. Ну, потом вернулся снова, потому что что-то зацепило, читал, потом Марка, потом Иоанна, Луку, Иоанна, думаю, ладно, вот следующая книга, там точно расскажут, что нужно, читаю, Дианя Апостол, там вечно какие-то путешествия, там какие-то там драки, там, суды тоже непонятные, как-то, ну, как бы, где, вот это вот все, вот, мне, поэтому вначале мне сразу эти повествования отбили, да, там евангелищная какая-то Мария, Иосиф, это пошел, ну, послание, о, апостолы, вот, они точно расскажут, что должно быть, да, и как, читаю вообще не о том, и вообще не о нас, там сплошные евреи, там потом еще какие-то язычники, там какие-то священные, что такое, где, ну, где, вот, ну, как зайти, ну, как покреститься, да, куда помолиться, какая, ну, я этого ждал, ну, думаю, книга Откровения точно там расскажет, там вообще дебри, там вообще дебри, конечно, я прочел Новый Завет, с одной стороны, я почувствовал, что я что-то такое, ну, ну, получил, но полное зачарование, мне надо Ветхий Завет точно, купил потом Библию в Киеве, там, помню, купил Библию уже с Ветхим Заветом, там вообще не о том, то есть, в принципе, что я, мой путь к церкви или к Богу начал со чтения Библии, сказать, что Библия сформировала мою идентичность, ну, с натяжкой, какие-то вещи зацепили, но они были на слуху у всех, моя история закончилась тем, что я по трапу пришел в церковь, в аптитская церковь, и вот началось формирование моей идентичности, как христианина, это церковь, это община, так же, как и вас, понимаете, не чисто, вы не просто, мы не просто, это было раз, это было такие, что раз, приложили Библию, раз, и отпечаталось, мы уже попали в какое-то общество чтения, с историей чтения Библии, с историей интерпретации Библии, с историей ее применения, правильное это прочтение, неправильное, близко или не близко, не имеет значения, но факт остается фактом, мы все слеплены этим, мы будем молиться одинаково, мы будем говорить одинаково, мы будем петь одинаково, мы все будем делать плюс-минус, ну, там, с поправкой на наш темперамент, на наш еще какие-то моменты, или на те границы дозволенности, которые нам позволяла община, но мы, как сказал Аристотель, животные социальные, это естественно, что мы друг у друга всегда что-то берем, даже когда я пришел в церковь, и мне говорили, что вот мы отличаемся, скажем, от православных, тогда был такой, ну, вот всегда баптисты, многие протестанты, и евангельцы выигрывали на контрасте, да, там было плохо, а мы лучше, сейчас не всегда этот контраст в лучшую сторону для нас, я вам скажу, но на этом контрасте выигрывали, и одно из них, что вот мы молимся, как бы, ну, спонтанно, от сердца, я заметил, что молитвы в моей спонтанной общине, они все клишированы, они очень похожи на клише, знаешь, что такое клише, да, есть образец, пусть нету письменного какого-то образца, но зато есть четкие устные формулы и фразы, я ему, и вы увидите, как вы только начнете обращать внимание, вы можете попасть в любую общину, увидите, как люди молятся, увидите, что есть общее клише, это нехорошо, это нейтрально, но вы увидите, есть у вас, есть в другой церкви, есть та, которая там говорит, они будут одинаково молиться, все будут одинаково молиться, хотя до этого был другой церкви, который был умолился, вы увидите, вы умолитесь в нашу церковь, вы увидите, это все, мы видим, община очень серьезно нас формирует, дает нам интерпретацию Писания, то есть, и мы понимаем Писание благодаря этому интерпретационному сообществу, чтобы понять автономно, самостоятельно, ведь вы же не проверяете слово в слово, берете символ веры или там догматику, потому что, первое, чтобы все проверить, с точки зрения Библии, нужно иметь какое-то хотя бы время, физическое время для этого, чтобы перепроверить, уже не вряд ли какие-то знания, какой-то способности, ну, все это выстроить, то есть, и вообще заниматься всем этим могут себе позволить просто профессиональные богословы, для которых это профессия, они ничего не делают, профессиональные, они в смысле хорошие, а просто им деньги за это платят, просто так сошлось, они могут, и то, мы попадаем уже в другое сообщество, мы попадаем в сообщество, если человек, да-да, если человек, скажем, не зависит от общины, скажем, какой-то ученый, библист, или там богослов, но он зависит от богословского, научного сообщества, в любом случае, понимаете, если вы специализируетесь на Новом Завете, это значит, что вам нужны специалисты по ветхому завету, потому что нету сейчас универсальных богослов, сейчас время узких специализаций, сейчас столько информации, что как о богословии, богословские исследования, это одна из, может быть, обширнейших дисциплин, ну или наук, так скажем, которая имеет настолько такие края, это экзегетика, это библейское богословие, более там делится на ветхий завет, или новозаветники, более того, есть люди, годами только занимаются какими-то определенными книгами, там Павлом, например, и у них нет времени там заняться Яном, значит, он зависит от, он принадлежит каких-то своих коллег, что он доверяет, то есть, и там в Новом Завете, или история церкви, богословие историческое, то есть масса, значит, в любом случае его кто-то формирует, какая-то традиция, какое-то сообщество, это второе, значит, и, ну и Библия частично, поэтому если мы говорим о каких-то, то можно так нарисовать, допустим, Библия, община, контекст, то есть не все там, или, ну, все вместе, да, скрипит, да, я тоже так, у меня просто не хочу бегать и сказать слайды, у меня просто все в слайдах, и смотрите, значит, все эти три элемента, я не полностью сформирован Библией, и вы не полностью, то есть, вы что, постигли, мы что, всю Библию постигли, да, все нюансы, то есть, мы ее, мы сформированы тем обществом, интерпретацией, это церковью, но, с одной стороны, не вся церковность тоже на нас влияет, еще три элемента, это контекст, ситуация, в которой мы с вами живем, или в которой помещена община, ведь все эти богословия, все эти традиции, они контекстуальны, любое появление какой-то новой церкви, динаминация, это связано с каким-то определенным контекстом, оно реакционно, то есть, оно, то есть, это была реакция на что-то, если бы в католической церкви не было каких-то там проблем, не было бы реформации, не было реформации, я просто уверяю, что не было, может быть, многих евангельских церквей, был определенный контекст, если бы Ульрих Свингли не научил бы общину читать Библию, да, там еще, то, может быть, и по сей день были бы только там одна-две ветви протестов, значит, есть какой-то контекст, так же самое в Америке, очень много церквей появилось, или направление в Америке, есть какой-то контекст, более того, не просто контекст, это то, что помогает, или толкает движение какой-то там церкви, так же самое, наш контекст исторический, то есть тот контекст, или та культура, то есть контекст культуры, в который я помещен, накладывает, над меня отпечаток, например, еще, как только я учился в семинарии, это баптистское семинарие, то преподаватель просто обязан был быть в галстуке, прилично одет, и студенты должны быть, ну, как, ну, не то чтобы в галстуке, но одеты, вот, допустим, футболки, свитера, джинсы не очень приветствуют, сейчас я просто, вот, первый день оделся так, обычно я люблю такую, очень демократичную одежду, ну, назад, и даже сейчас какой-то церкви, то есть это было бы неприемлемо, одеться, ну, как-то по-другому, то есть музыка, какие-то политические идеи, которые сейчас, то есть масса-масса, значит, контекст нашей культуры также определяет нашу идентичность, а, значит, и проповедника, значит, я как проповедник, моя идентичность будет оформлена церковностью, историей той церкви, или более расширенной общины, да, или тех книг, тех школ, в которых я учился, моим личным постижением Библии и контекстом, в котором я нахожусь и живу. Это первый у нас такой момент, у нас очень важно, что как церковь, да, находится в такой ситуации, так и каждый из нас, фамирует это, Библия, община, контекст. Для проповедника, для богословов, очень важно изучать, вот, знать все три области, поэтому богословие, в принципе, изучают, есть библейские исследования, есть исследования, или истории церкви, или богословия, община и контекст, то есть мир, в котором мы живем, обычно этим занимается контекстуальная миссиология, как применить, но проповедник тоже самое, то есть у нас есть какой-то контекст, да, ведь я говорю проповедь не просто о каких-то величайших истинных Библии, они должны быть здесь и сейчас, контекстуальные, очень важны для вас, то есть какой-то контекст нас подогревает, держит нас, то в тонусе, то в расслаблении, то в напряжении, то есть проповедь слова должно прийти сейчас, здесь и сейчас, говорит каждому сердцу, по возможности, и контекст требует воплощения, так как слова Иисуса Христа, они пришли в свой контекст, в данном случае Бог, и вообще вся история, она очень интересна, она очень контекстуальна, она очень контекстуализируется, потому что Бог очень близко к нам, к нашим нужным, потому что есть его планы, есть его замысел, второй момент, это богословие проповедника, и он состоит вот в ваших планах, вот видно, доктрина, Библия и экзистенция, я объясню, что это за слово такое, экзистенция, кто-то знает, что это слово означает, экзистенция, нет, то эссенция, но это из старых латинских слов, эссенс, эссенс, это эссенция, сущность, и экзистенс, экзистенциальная философия, если такое слышали, это такое вот, считается, что в плане истории философии первым, кто положил основание, ну вот, в нашем понимании, это датский реформат богослов и философ Сверен Киркегер, но развил уже это имя чаще всего с немецким философом Мартином Хайдегером, и 20 век это век такого, ну вот, такое вот направление философии, отсюда Сартер, Жан Камью, то есть писатели, философы, то есть шли в этом, например, в чем проблема экзистенциализма, то есть в том, что философия начала обращать внимание не на сущности вне нас, а на вопросы нашего существования, вот, чтобы понять, например, книга Экклесиаста, она очень экзистенциальна, она поднимает вопросы экзистенции, смысла жизни, и книга Иова, отчасти, поднимает серьезные вопросы страдания, то есть это, мы можем назвать то, что в Библии уже давно подняты эти вопросы, ну, в плане даже, как они оформлены философски, потому что, то есть экзистенция, или, это слово, мне даже сложно его договаривать, экзистенциальность, это значит, вопросы, которые касаются сути нашего существования как сущности, как личности, почему я иногда, когда определяю личность, я использую это такое общее понятие, что личность, это сущность, переживающее свое бытие, то есть мы переживаем, не просто существуем, как Декарта, я мыслю, значит, я существую, когиту ergo sum, то есть я бы сказал, что я переживаю, я бы развил бы мысль Декарта, я переживаю, поэтому я существую, мы переживающие существа, а переживают, вопросы переживания, смысла, это вопросы экзистенции, сейчас немножко понятно, что касается смыслы жизни, тревога почему вот у хайдеггера то есть я не только велосипеда общее представление что вот что наше бытие наше бытие то есть она тревожиться какая тревога бытие небытие страх небытия это страх и сейчас то есть его философия жизни какая что все суета то есть чтобы ты не делал жизнь это просто это сплошное это это просто движение кладбищу вот в чем страх их лица понимаете почему его переживания. И Библия в этом смысле очень экзистенциальна. И даже есть такие моменты, Иисус говорит, что не бойтесь того, кто тело может вас, кто имеет власть, кто может определить вечную судьбу вас, кто может власть над телом. Бойтесь того, кто может определить вашу вечную сущность. То есть вот это самый глубокий вопрос нашей экзистенции. То есть здесь тоже вот, ну, окей, понятно, да? Поэтому личность проповедника, она состоит из трех моментов. Какие у него доктрины? Как он понимает Библию и каково его экзистенциальное состояние, как личность? Ведь я могу вам рассказывать, ну, есть такой фильм, «Любовь случается», по-моему. История. Успешный спикер читает семинары «Как преодолеть состояние горя». А оказывается, сам страдающий человек. Он сам глубоко страдал. Он не мог освободиться от страданий от погибшей жены. Во-первых, он не мог освободиться от той вины, потому что он был виноват в этом. То есть и он читал семинары успешно. У него такой продюсер книги, он там, а его отец погибшей жены говорил, ты лицемер. А вначале вот непонятно, почему он так называет. Потом, когда он расплакался, когда он это пережил, то есть у него была такая неразрешенная экзистенциальная ситуация. Понимаете? Хотя внешне он читал. Поэтому и проповедник может, знаете, такой весь быть, излучать просто счастье. То есть успех. И еще что-то. А внутри его ситуация очень сложная. Понимаете, в чем дело? Поэтому важна экзистенция. И это еще и глубина. И я бы так сказал, что уровень, как бы, или как, ну, вопрос экзистенциальности, это вопрос еще о чем человек больше всего переживает. Что есть предметом его переживания? Насколько глубоко есть? Он переживает, только у него нет денег или там еще что-то. То есть степень его переживания. О чем он? То есть был такой богослов Пауль Тилих. Ее относят как к богословию экзистенциальности. Он говорил, что предметом для богословия должно быть то, как он сказал, ultimate concern. То есть то, что заботит нас предельно. То есть это предельная забота. Вот я поставил вопрос, что предельно заботит проповедника, да? Чем он предельно озабочит? Вышел ли он за пределы заботы простой такой, земной, да? И чем он будет выше пределы его заботы, такой подходит как Боге, значит, тем он будет глубже, как богослов и как проповедник. Значит, тем больше его утешения и ответов он может дать тем, кому он служит. А если у него очень мелкая экзистенция, или вообще нет никаких вопросов, его пределы заботы, это просто шикарная жизнь, или успокойность, допустим, нет денег, плохое настроение, появились деньги, классное настроение. И у него очень слабые, очень мелкие, то есть он, ну, это очень, понимаете, доктрина, Библия и экзистенция. И это очень важно, потому что каждый проповедник, и вы сейчас на семье, им какой-то набор доктрин, положений, они иногда вступают в коллизию с общей библейской программой, потому что не все наши доктрины, они 100% отображают библейскую программу, библейскую картину мира. Даже если большинство или все из них отображают, но это означает, что картина может быть и не полной. Поэтому мы всегда вступаем в коллизию, да, то есть мои доктрины и мои библии. Допустим, я, когда учился в одной школе, я имел одну какую-то богословскую позицию, в какой-то был церкви, когда поступил в другую семинарию, и другие книги начали читать, с другими людьми начал общаться, мои пределы богословские расширились, да, ну, богословские, я имею в виду на уровне, скажем, прихожанина, там, где просто человек, который что-то читает, я видел, а, то есть я могу поменять, я был одним, с одной доктриной, вижу, что они какие-то не отвечают, они не согласуются с Библией, по моему представлению, не отвечают жизни, это просто, нашел более это самое. Есть люди, которые так и уходят, еще не могут найти, кто-то просто закрылся. Но всегда есть творческое напряжение между библейской картиной, библейским миром и нашим набором доктрин. Но это не только. И для меня очень важно, потому что доктрина иногда определяет опыт, да, или насколько она может дать утешение нашему экзистенциальному запросу. Но более того, экзистенциальный опыт порождает и доктрину. Я немножко еще вам расскажу, что такое экзистенция, чтобы вы могли понять. Когда-то я был зависим от наркотиков, да, то есть у меня была хорошая работа, был начальник, было много денег, ну и было много дури в голове. Потом в мою жизнь пришел Бог. У меня не было уже причин для наркотиков. Мне не зачем было прятаться. То есть у меня не было смысла, поэтому был наркотик. Появился смысл, перестал бы наркотик. Я когда своих друзей повел общество, на этой ступени, там, светские психотерапевты, у них такая доктрина есть, что ты навсегда зависимый человек, ты навсегда алкоголик, ты навсегда наркоман. Единственное, что ты сейчас непрактикующий алкоголик или непрактикующий наркоман. Да, это доктрина, это догма вот этой школы. Я такой сижу, я привел друзей, а те там представляются, здравствуйте, я там алкоголик, там Петя, там, три года, а я говорю, а знаете, у меня живет Сергей, я говорю, у меня нормально все, класс, они так раз на меня. Но знаете, в глазах это вот религиозность, хотя это не религиозность, еретик. Как это у тебя нет проблем? Нет мне проблем. Есть проблемы? Нет проблем, да. И в общем, мы так вот спорим, то есть у меня вывели как дебошира, что значит, ты просто обязан поверить, что ты навсегда просто связан. Я говорю, ну ребята, нет, пошел я как врачу-терапевту, я еще учился параллельно в колледже одном светском, изучал психологию, чтобы, ну может, как-то вот, мне было интересно, знаете, как после, несколько лет такого, ну меня пробило очень. Я пришел, знаете, я хотел у вас так поработать, чтобы потом, ну может, у вас работать, ну, чтобы была практика. Она говорит, ну вот непонятно с вашим, вот понимаете, она мне расскажет. Я говорю, вы знаете, я понимаю вашу доктрину, то есть я понимаю, что наука тоже очень, как медицина, очень доктринально, догматично, да, есть свои догмы, есть свои доктрины. Я говорю, понимаете, в чем дело? Я объясню, что со мной произошло. Я говорю, что у меня не было смысла в жизни, то есть моя экзистенция была, ну абсолютно, то есть у меня не было смысла в жизни, у меня жизнь, то есть меня не очень интересовали те вещи, которые могли интересовать моих сверстников, карьера там, деньги, то есть я явно был, я был 20 лет начальником поезда пассажирского, у меня были хорошие деньги, но это не то, я как-то вот и вот меня это все, вот я вжил, а потом, знаете, в мою жизнь пришел Бог, и что-то вот на очень глубоком, экзистенциальном уровне разрешилось и мне нет смысла теперь и надо вносить в этих наркотиках, то есть я не понимаю почему вы считаете, что я должен, меня тянет к наркотикам я хожу по два раза на день мимо полерма, там я учился в семинаре у меня деньги в кармане у меня вообще, у меня мама не могла поверить, что я иду мимо полерма, с деньгами и меня не тянет, а там церковь была я когда-то забежал, в аптитскую церковь, на посылке Шевченко и она не могла поверить, вы понимаете я же не то, что там иду и так просто прошу друзей там, перевязался не знаю, чтобы, просто проведите меня, чтобы меня, нет, я спокойно прохожу туда-сюда что-то, и она такая сидит, ну что ему сказать, ну рассказывайте о своем опыте всем остальным, вот что такое экзистенция, вот что-то произошло очень глубоко там нашей сущности но это, опять, вопросы нашего существования вопросы смысла это очень важно какова экзистенция, каковы предельные заботы проповедника то есть, чем он озабочен предельно это также очень в Библии тоже говорит, что прежде всего, начало мудрости, страх Господень это вопрос официальный страх Господень, то есть, что у нас где наш предел еще только, чтобы вам было понятно почему я связываю очень важно для богословия для доктрины опыт, потому что иногда не доктрина определяет, а иногда опыт формирует доктрину и в этом я как евангельский считаю, что да и здесь опыт обращения, он очень серьезный и вот на одной конференции, когда я был в ДХУ Донецком христианском университете там у них была такая конференция студенты, выпускники, представляли доклады своих будущих дипломов и такая была, собственно, конференция и один парень, пятидесятник студент, изучал богословие Августина спор Августина с Пелагием и пришел к таким, ну не то чтобы ультра но к таким реформатским кальвинистским, да, то есть, ну ты так понял, положением а потом сказали, что он где-то параллельно учится на психологах заочных, я говорю, слушай, было бы интересно если ты изучил бы опыт Пелагия и Августина, если бы изучали историю церкви это старый, ну, спор между Пелагием и Августином Пелагий, он был осужден за ересь ортодоксальным христианством он считал, что нету никого природного греха что человек изначально, ну, морально нейтрален и он достигает уже делами своими то есть, ну, хорошими либо спасения, либо все если Августин этому противопоставил то есть, он экстремально ввел идею этого природного греха падшести, ну, так, экстремально и говорил совершенно о других вещах я говорю, интересно было бы их опыт изучить потому что Августин повлиял то есть, это вот Лютер, Кальвин и в основном часть протестантского мира оно под влиянием парадигмы Павел Августин, вот так вот, ну, считается и почему? мы потом уже кушали, там, пили чай общались, мы говорим, смотри, вот Пелагий был такой строго военного типа человек волевого и он просто не мог понять что это какие-то там эти самые то есть, ты должен возрастать, должен быть ну, морально все, никаких воздей у Августина другой опыт его мать Моника, христианка, сколько пыталась его наставить, привезти, он никак и только Амвросий и тот с ним тоже общался после беседы с Амвросием Августин услышал за забором песенку я не понял, как она на латыни возьми и читай, возьми и читай там пела какая-то девочка а у него после общения с Амвросием на скамейке был такой вот свиток послания к Римлянам Павла он его развернул и прочел один текст и он его перевернуло и он стал верующим у него другой опыт у него был опыт, что сознательно он покорялся Божьему Слову но пришла какая-то благодать и она его возродила поэтому он стал таким экстремальным кальвинистом хотя это кальвин больше взял понимаете, да? где чем отличается реформатское богословие, что оно говорит о том что изначально это Божье предопределение что Бог первый являет свою благодать и это был спор и по сей день среди протестантов есть спор и кальвинисты, и арминяне я не знаю, каких вы позиций но, скорее всего, вы 50-ники, харизмат вы будете, скорее всего, арминянской линии ну так вот чаще всего что-что? нет, нет, это просто я говорю что вот есть такое напряжение внутри доктрин но экзистенция она очень много и вот что значит экзистенция и когда мы спорим когда мы, допустим, изучают или там критикуют богословие там Кальвина что он там или кальвинизма или там Августина все правильно, неправильно то есть мы спорим на уровне разума на уровне доктрины я говорю, ну подождите но есть еще экзистенциальное измерение то есть экзистенциальное измерение почему человек приходит к таким доктринам ведь смотрите, что значит для Лютера мы говорим особенно православным католики спорят с его богословием оправдание по вере. Мы можем спорить на уровне логики. Давайте посмотрим на его экзистенцию. В чем было напряжение? В чем был он озабочен предельно люто? Он молодой монах, католик. У него была жажда оправдания, жажда спасения. Он не мог никак ее обрести. Его экзистенция просто взывала. И вдруг он обнаружил покой, когда он читал, готовился к лекциям в Виттенбергском университете о богословии у Павла. Он читает Павла, видит оправдание по вере. И это принесло покой в его экзистенцию. Это поставило во главу его доктрину. Жан Кальвин просто так от нечего делать, решил так схоластично подойти, хотя не жили период схоластики. Но его экзистенция, это жажда было жить под властью суверенного Бога. Или Джон Весли, который принес нам доктрину, больше сделал и Лютер говорил об освящении, и Кальвин, но это не такие, у них не было времени говорить обо всем. Контекст требовал каких-то особо экстремальных дискуссий. Но пришел Джон Весли и внес в общую евангельскую, протестантскую традицию доктрин о освящении, о возрождении. Его экзистенция была какая, его было тяжело от того, что схоластика, доктрин, догм, полно душа. Понимаете, вот наша экзистенциальность или уровень, он требует чего-то, и это также есть основание доктрины или учения, которые... Маленький пример. Лука. Иисус. Иисуса спрашивает один книжник. Это притча о добром самаряне. Здесь просто я хочу показать, как вот экзистенциальная ситуация может резко менять и доктрины, и все, что хотите. Приходит книжник. Типичный случай. Один раввин спорит с другим раввином. Это как сейчас. Один брат спорит с другим братом или один пастор спорит с другим пастором или проповедник с проповедником богословом. И ведет с ним спор, говорит, что написано, как мне получить жизнь вечную. Это такой типичный, знаете, пробить его по торе, пробить Иисуса, как он знает знакомые истории. Иисус говорит, ну, ты же доктор богословия, ты читаешь, что там написано? Он ему выдает правильные ответы. Да, какие ответы говоришь? Ну, возлюби Бога и ближнего. Все, класс. Пять, зачет. Иди, поступай так. И все будет. И будешь жить. Получишь жизнь вечную. Нет. Я потом еще эту притчу, мы раскатаем ее в плане коммуникационной ее функции, функции коммуникации. Иисус говорит, книжный говорит, ну, а кто мой ближний? То есть вопрос предполагает дефиницию, дай мне определение. Дай мне определение, то есть кто мой ближний. Но, знаете, кто мой ближний, это не просто такая игрушка, это просто такая, знаете, догматическая себе установка. Иудаизм это очень праксиологичное, то есть это такая очень практичная, это религия праксиса. То есть это не религия доктрины, то есть это не схоластика, то есть это не просто, она религия очень праксиса, действие, поступка. А что это значит в таком контексте? Категория ближней предполагает, что я, мой праксис будет направлен, то есть мое действие будет направлено к ближнему в плане там милосердия, любви, или не будет. То есть ведь на том конце провода ведь живой человек, ведь знаете, кто мой ближний, значит, кого я должен любить, а кого я должен любить, в иудаизме любовь не была такой абстракцией, как сейчас. То есть я братец, я вас всех люблю, имею в виду. То есть это очень жесткая, достаточно прагматичная, в смысле такая практичная религия. То есть если ты мой ближний, то я должен тебе оказать дела милосердия. И все. Я могу там иметь какие-то чувства, ты там поешь классно, о, как это зовут. Вот Андрей там классно, я его люблю, он классно поет. А я могу его не делать. Но если ты мой ближний, я должен тебе оказать дела милосердия. Все. Все очень просто. Иисус понимает, что это сейчас будет спор по такой казуистикам. Я тебе расскажу историю. А кто спрашивает этот вопрос? Евреи. Кто вы ближник? Кто для книжника, иудея, может быть, фарисей был? Кто ближний для него? Естественно, такое же самое. Значит, все дела милосердия, любви будут направлены к нему. И вот Иисус рисует такую историю. Рассказ, это магия истории. Мы просто к ней потом вернемся в следующий раз. Но я хочу в другом ключе показать. Доктрина, Библия и экзистенция. Немножко другая манера богословствования. Он рассказал историю. Он берет в этой истории слушателя, а слушатель переплетается с главным героем. То есть мы связаны эмоционально с протагонистом, с основным действующим лицом. И он буквально положил на землю слушателя еврея в этой, потому что мы же всегда на стороне Кати Пушкаревой. Мы же за нее переживаем. Мы же не переживаем за Вику Пучкову, так? Мы за Катю Пушкаревой. Поэтому в этой истории мы за человека, которого избили и положили. Да. И вот здесь я назвал это как богословие в безнадежном мире. Theology in hopeless world. Смотрите, что с этим человеком? Он безнадежный. То есть его эксценциальная тревога – это жизнь и смерть. Он лежит под пеклом, ну, солнце, там уже, наверное, там эти стервятники летают, когда уже там он… там, понимаете? И вдруг надежда. Друг надежда. Вот, экзистенция трепещет. Вот, друг надежда. Кто идет? Священник. Вот она, надежда. А эта надежда, она так обошла и пошла дальше. Нет надежды. Смерть. Понимаете? То есть, знаете, вот почувствуем, что как смерть дышит в лицо в виде пылающего знойного солнца, жара, раны пекут, все там уже, наверное, там какие-то шакалы уже, понимаете? Давайте так восстановим эту ситуацию. Просто Иисус говорит этому книжку, понимаешь, это такие вопросы очень серьезные. Мы с тобой пьем кофе сейчас, сидим в классе. Но это очень серьезные вопросы. Это вопросы не просто такие догматичные, доктринальные, да просто жизнь и смерть. Вот такая история. Раз и в общем. Как помните, в книге, в фильме «Матрица» Морфеус Нео, раз перевел такую виртуальную пространство, раз поместил его в этой истории. Раз новая надежда. Все, yes, я буду жить. Значит, дети увидят отца, я вижу своих детей, я вижу свою дорогую жену. Все класс, есть надежда. Снова надежда. Никакой надежды. И вот третий идет что-то. Это его надежда. Так кто оказался ближним? То, кто оказал ему милость, сказал книжник. Вот видишь, еврею оказал милость кто? Самаряне. Он даже не хотел его назвать, что это самаряне. Дал дефинизм, то, кто оказал милость. Вот иди поступай дальше. Это же ужас. Кто поставлен в пример исполнение Тори, еврею, книжнику? Вы многие знаете историю вопроса от отношений самарян и евреев. Как те там, как тогда ребята на БМВ подъехали быстренько на джипе с самарянской деревни и образовали экскрементами храм, в ответ другие ребята на джипах поехали и перестреляли в ту всю деревню. Ну, это из средних времен перерезали. История просто очень сложная. И здесь нужно понимать контекст Луки, богословие Луки еще. И вот смотрите, никаких споров. Книжник не спорит. Мы не видим дальше какого-то спора. Если был бы спор по доктринам, по логикам, это был бы просто по цитатам. Иисус переводит другое измерение. Нет спор по цитатам. Чаще всего мы там цитатами, да? А конструирует некую ситуацию. Это этическая ситуация. Это ситуация, которая будет практицией, но еще на глубоко она имеет экзистенциальное измерение. Потому что человек, который был там на низу, он был в безнадежном мире. Вот в таком мире тебя меньше всего интересует, кто тебе окажет милость. Так вот, знаешь, что, говорит Иисус, иди оказывай милость и не парься над этими вопросами. Кто тебе ближний? Потому что не знаешь, что в тебе как. Потому что вопрос, кто мой ближний, это не вопрос для просто такой пустой дискуссии. Это вопрос потом моего праксиса, моей жизни. Вот в этом, и это история об как столкнулись две интерпретации Торы. Как Иисус интерпретировал Тору. И его конфликт был, он не спорил с Торой. Он с ее интерпретацией и воплощением дискутировал. Понимаете, в чем дело? Вот экзистенция. И вот появился новый проповедник с новой экзистенцией. Он понимает, что когда он пошел на этот уровень экзистенции, у него поменялись даже доктрины. Теперь его доктрина, кто мой ближний, скорее всего, или вряд ли расширилась. Понимаете, в чем дело? Поэтому доктрины, учения, догматика имеет не только такой логико-когнитивный, ну, такой мыслительный уровень, но и экзистенциальный. Почему для проповедника очень важна, а не просто какие-то у него правильные или неправильные доктрины. Сколько он погружен в Библию, чем он озабочен предельно, то есть его опыт, его экзистенция. Что? Мы растут, она все равно есть, она все равно есть. Хорошая, плохая она есть. Мы еще со мной, нормально, бы не разочаровались. И еще один момент такой вот. Что у нас там дальше? Богословская сила проповедника. Богословская сила проповедника. Куча у меня этих слайдов, вечно их потеряю, где-то я запутался. Еще важно, тут таких три страшных слова, да, у вас там написанные. Но опять же, мы все их сейчас расшифруем, вы не бойтесь. что, 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 что? Ага, уже какие-то слова вы знаете, да? Продолжение следует... Просто не хочу скрипеть мелом. Ага, вот оно. Ну, мы будем чуть дальше говорить о... Значит, мы сказали, что изучение Библии, богословские убеждения, практика, они между собой взаимосвязаны. Вот этих три страшных слова я сейчас хочу их подчеркнуть. Это богословская сила проповедника, духовная вообще сила. То есть, в чем сила? В чем правда, брат, помните? В чем наша сила? Вы скажете, в духе, да? Или еще что-то. Но давайте так скажем, что дух говорит, да не, ребята, я есть сила для того, чтобы у вас что-то было, да? То есть, значит, в чем сила? Сила в целостности. Или цельности. Не знаю, как правильно сказать, целостность или цельность? Да. Ну, мне иногда говорят, ну, это тонкости бывает, цельность, да? Сила в цельности. Когда мы с вами цельные, да? Ведь что такое ортодоксия? Это правильные идеи, да? Это правильные идеи. Ортопатия – это правильные чувства. Ортопраксия – это правильные поступки. Это немножко отображает то, как мы устроены. Ну, если мы будем немножко оставим в стороне современной теории, психологии и современной теории личности, мы оперируем в основном такими тремя категориями, да? Что личность или структура личности – это так в общем, да? То есть, не углубляясь. Это, в принципе, наши когнитивные способности, то есть, то, как мы думаем, то, что наши чувства, то есть, эмоциональная сфера и волевая, то есть, ну, вот, все, как мы поступаем. То есть, все это вместе. И, конечно, вот то, что мы говорим, да? Что мы, говорит, как это, думаем об одном, говорим о другом, а поступаем вообще по третьему, да? Так вот, это как раз вот есть не то. То есть, это отсутствие цельности, да, личности. Поэтому Дух нас ведет, и вообще образ Христа в нас – это собирание, это создание цельности, да? И это очень важно, потому что богословие должно формировать в нас вот эту цельность. То есть, учение, да, подболоснование учения, да, проповедь Библии. Должна понимать, чтобы у нас было в гармонии, понимать, правильные идеи, правильные мысли. Не означали, что, о, там это вот, доктрины, не важно, мне вот, я люблю всех. Ну, это хорошо. Но ты можешь любить просто, ну, тебе можешь попасть в другую сторону, любить того, кого, или там, ну, не знаю. Это вот сейчас там, да, там, выходим замуж за дельфинчиков, там, или еще что-то, ну, такое в мире, да, вот. Ну, вот он тоже любит человек, женился на обезьянке, там, ну. Ну, и даже там церемонии бракосочарения. Ну, вроде любит, да, но как-то вот оно не по делу. Я такие, беру крайне экстремальные такие варианты. И ортопраксис, то есть это этическая, да, то есть, как мы, какие волевые и какие реальные поступки мы совершаем. Действительно, мы всех хотим, чтобы нас окружали цельные личности, да, и чтобы весь мир такой. Грех – это и есть распад, это отчуждение, когда вот такая разбросанность. И есть, ну, мы сами знаем вот эту вот проблему лицемерия, то есть, или… Мы должны понимать так, что мы не всегда верны нашим ценностям литическим, да. Ну, мы можем быть не верны ввиду нашей слабости, и здесь благодать должна быть. Здесь должна быть море благодати. У меня когда-то был один конфликт с одной структурой, а я член правления ассоциаций, ну, наших церквей. И мне когда один в совете мы разбираем, говорит, Сергей, ну, ты же пастор, давай вот, ну, по благодати подойдем. Я говорю, понимаете, когда речь идет о слабости, немощи, мы здесь врачуем, мы благодать, мы исцеляем. Но когда мы имеем дело с жульничеством, с осознанной такой схемой махинации, с грехом, то есть, должна быть другая схема включения. Здесь нельзя путать. Поэтому неверность нашим, ну, ценностям, может быть, ну, не всегда. То есть, это наши слабости и немощи. Я сам очень слабый немощи. То есть, я нуждаюсь в благодати, я нуждаюсь в исцелении, не нуждаюсь в Божьем прощении, в любви людей, как многие люди. То есть, это одно. Но когда вот это вот, что такое лицемерие, это не всегда, я думаю, лицемерие, это то, что я думаю одно, говорю другое. Это когда я говорю то, во что, в принципе, не верю. Ну, когда я говорю то, чему, в принципе, сам не верю. Ну, просто говорю, но не верю. То есть, ну, в силу того, что надо говорить. То есть, а то, что я могу думать, говорить, но это может быть из-за слабости. Мы все слабы, но мы должны понимать. Но здесь вопрос возникает такой, что если это преднамеренные какие-то схемы, жуличество такого, какие-то выстраивание схем, использование церкви в своих интересах, там, еще какие-то, еще какие-то, такие, что очень мирские схемы, очень мирские схемы. Извините. То есть, я могу человека просить, нам нужно как-то саму систему излечить, то есть, выключить его из этой системы, забрать у него власть, потому что очень много, знаете, вампиров власти, и, знаете, есть люди, люди, у них психология властного человека, а церковь – это такой, знаете, очень легко попадаемый инструмент организации, что многие люди, то есть, создаются такие тоталитарные, не всегда секты, даже церкви. И почему люди психологически, люди власти, они психологически к власти и тянутся. Они тянутся. И когда я вижу такие проявления, тут я непреклонен. Потому что, ну, не знаю, как вот у вас, у нас это братская община. Хотя я у нас, ну, пастор церкви, да, но у нас и, ну, как бы идея братской общины, несколько, то есть, ну, должна быть какая-то, знаете, такая вот, ну, плюс ответственность внутристационная, подотчетность, да, это все в благодати, все нормально, то есть, оно должно быть, потому что мы грешники. А власть и деньги, они, знаете, это две вещи, которые идут рука об руку. И здесь, понимаете, другой момент. Поэтому можно иметь там хорошие чувства, все, у нас должно быть четко выстроено понимание каких-то вещей. Это ортодоксия. Правильные доктрины, правильное понимание вещей, мыслей, правильное понимание Библии и импликаций, то есть, применение, воплощение, помните, процесс, как это применить, какие мы догматические нормы, этические нормы выстроим. Это работа, нужно делать. Поэтому очень важна, ну, такая вот ортодоксальность. Но мне говорят, как вы там обнаружите, хорошая церковь или плохая? Смотри, если там придешь, там у них интересные идеи, правильно говорят, но если они тебя не любят, просто оттуда уходи и все. Поэтому должна быть еще ортопатус. Ортопатус – это незначительное чувство. То есть, это, вот мы говорим, апатия, да, то есть, это греческое слово патус или, да. Ортопатус – это правильное чувство в отношениях. То есть, я думаю, что сфера чувства, она все-таки выстраивает атмосферу. Заходишь, приятная атмосфера, да, то есть, преодолевает хорошие эмоции. Что такое эмоция? Значит, атмосфера, значит, отношения. Правильное отношение. Отсюда заповедь – возлюби, да. То есть, мы можем по-разному понимать, но любить – это также и отношения. Здесь вот область благодати, прощения, но это всегда связано с… Знаете, мир чувств и мир эмоций очень сложно выразить. Да, очень можно, но он очень хорошо проверяем и легко сканируются, какие отношения. Потому что очень сложно говорить, ну, нету такого детектора, как можно. Ну, можно подключить, там будут гормоны там как-то скакать, то есть, будет показывать, потому что за какие-то эмоции отвечает какая-то биохимическая реакция в организме. Но мы же не ходим с датчиком там, а есть радость, опа, что-то мало радости сестра. Сестра – нет, я рада, я рада, я очень мало радости, я очень рада. Или там что-то там мало печали в покаянии. Я очень печальюсь. Нет, мало там, уже там, уже тонет слезак, понимаете? Нет. То есть, хорошо сканируется в наших отношениях ортопатия. И ортопраксис – это просто реальный действие, ну, цельность. Это то, что должна делать проповедь, выстраивать. Это то, что должна, в принципе, богословская сила проповедника. То, что когда-то сказал Аристотель в своей риторике, когда говорил, что логос, патос и этос – это последнее, да, это риторическая сила проповедника, что логос, то есть он говорил, что речь будет убедительной, сокрушительно, когда личность, когда ритор, у него логос, патос и этос – все вместе. Логос – это та вот интеллигибельная, то есть та вот как бы идейная составляющая речи, то есть ее суть, ее послание, ее содержание, насколько оно разумно, насколько оно логично, насколько оно привязано к жизни, насколько оно аргументировано. Понимаете, да, это и слогос. Но патос – это насколько само сердце человека в том, о чем он говорит. И патос – это не только эмоции, это также и экзистенция. Действительно, когда я говорю о Царстве Божьем, о Боге, действительно, это моя предельная забота. То есть я поднимаюсь над всеми заботами мира, моей жизни, потому что у меня есть, вот она моя забота – это утешение и успокоение в Боге. Я не могу похвастаться, что действительно всегда бывает. У меня бывает такое, что нет денег, я печалюсь. Появились деньги, я чувствую себя хорошо. Это естественно, но когда это единственная моя радость и единственная моя печаль, это большая проблема. Я отец трех детей, то есть мне нужно проплачивать школу, мне нужно там что-то купить, и будет. Но если я только, у меня депрессия только от этого и радость, когда я только получаю это, ну, понимаете, да? Тогда у нас будет такое богословие, такие церкви. Дал им деньги недовольные, забрал, а мы такого Бога не хотим верить. Логос, патос, насколько я вовлечен в то, о чем я говорю, и праксис, то есть этус. Этус – это моя этическая, то есть по Аристотелю, это сама этическая составляющая. Настолько человек этичен, да? Насколько это проявляется в его поступках, насколько это проявляется в его действиях. Конечно, то, о чем вы говорите, вы скажете, так это мы же все верующие должны быть, такие. Да. Конечно, все должны быть, но в большей степени мы говорим о силе проповедника, о том, что формирует его личность, что мы сказали, о том, какое богословие проповедника, что не только набор доктрин, не только понимание Библии, но его экзистенциальность, с чем он предельно озабочен. Это мы видим также в понимании то, что проповедь, как и богословие, так и церковь, должна формировать нас цельными. Ортопраксия, то есть ортодоксия, ортопатес и ортопраксия – это все вместе. Потому что в опыт веры мы вовлечены с вами всем нашим существом и мозгами, и сердцем, и нашей волей. Я не могу верить только лишь, вот я верю, что есть, ну, там, Бог. Вспомни Мякова, говорит, ну, так нормально, ребята, молодцы, но бесы тоже верят, в чем разница? То есть у нас вера – это не только интеллектуальная установка, принятие или согласие, каких-то доктрин. Это также захватывает мою сущность, область моей ортопатии, которая выражается в моем отношении, ближнего. А потом это так же самое продолжается в ортопраксии. Ну, если так сослаться, сравнить с то, что нам оставил Аристотель в своей логике, то убедительность, это была богословская сила, да, когда цельная личность, она впечатляет, цельная личность становится героем, цельная личность может научить, и за цельной личностью я могу следовать. Потому что Павел не стеснялся, подражайте мне, как я, Христу. И перечитайте образ Павла. В этом его сила, его риторики, его сила, как богослово, сила, как проповедник. Когда у него были дискуссии с Галатой, особенно с Коринцем, он говорил, что посмотрите на мой образ жизни, посмотрите на меня. И это не какое-то там хвастовство, что вот видите, какой я духовный, какой-то нет. Подражайте мне, как я, Христу. Потому что он цельная личность, ну и просто как в добавок это, и даже в мире это понимали, даже язычник Аристотель это понимал, что убедительная речь всегда будет звучать с уст, когда у него там все логически хорошо, все выстроено отлично, когда его сердце, он сам эмоционально захвачен, и когда его этос, то есть его действия, его поступки продолжают то, о чем он говорит, тогда это убедительно. Итак, сегодня мы сделали такое введение, гомилетику, проповедь, мы поговорили о том, что мы Библия и проповедь, какие проповеди были в Библии, как Библия может проповедоваться, говорили о церкви и проповеди, говорили о богословии проповеди, закончили мы сегодня проповедником и проповедь. То есть это, ну вот много вопросов, но на сегодня достаточно. Завтра мы уже перейдем к самому предмету, что такое проповедь и как мы движемся к тому, чтобы эту проповедь приготовить и как ее пропоздать.